Всем привет! Вы на канале Дагу Лайф. Сегодня я расскажу вам о беговом шаре, о плюсах, минусах, зачем он вообще нужен, каких грызунов туда можно сажать, а также как приручить грызуна к беговому шару. Начнем, пожалуй, с плюсов. Я считаю, что это отличный выход из положения, если в вашей клетке нет колеса, и вы не можете ее туда поставить, потому что, например, в клетке не хватает места. И пока ваш грызун гуляет, вы можете быть уверенным в том, что он не сгрызет мебель, провода, а также не убежит. Но, к сожалению, у шарика есть и минусы. Первый минус. У некоторых животных пребывание в замкнутом пространстве безнадежной опоры вызывает стресс, особенно если шар прозрачный, поэтому желательно покупать его цветным. В шарике не очень хорошая вентиляция, поэтому если зверек там будет проводить слишком много времени, то ему может стать плохо. И у него может начаться паника. Поэтому запомните, что выгуливать зверяка нужно не более 20 минут за один раз, но можно выгуливать по несколько раз в день. Также это связано с тем, что грызун может захотеть пить, кушать, и он может устать. Как я считаю, огромный минус в том, что крышка шара открывается иногда сама по себе, когда зверек бегает. И однажды я с этим столкнулась. Поэтому лучше каждые 5 минут во время прогулки проверять, прочно ли закрыта дверца у шарика. Еще один минус это в том, что шар довольно хрупкий, и при регулярном использовании он трескается, а также царапается. Поэтому он на слишком долгое время его не хватает. Также минус в том, что если в вашем доме есть лестница, то грызун может бегая упасть с нее. Внутри шарика он себе что-то может поломать, а также, когда шар упадет с лестницы, то он просто разобьется. Для шарика могут быть опасны другие ваши домашние питомцы, например, кошки или собаки, так как они захотят, скорее всего, поиграть с этим шариком, и это может быть опасно для вашего грызуна. Поэтому на время прогулки лучше закрывать ваших животных в другой комнате. Также не стоит оставляться с этим шариком маленьких детей, так как они тоже могут навредить вашему грызуну. Есть также правило о том, как правильно подобрать беговой шар. Запомните, кроликам и морским свинкам не нужен беговой шар. Многие об этом не знают и их покупают, но ваше животное может себя травмировать в нем, какого бы размера он не был. Потому что эти животные просто не приспособлены к таким вещам. Но зато в беговой шар вы можете смело сажать хомяков, песчанок, дегу, шиншилл, а также крыс. Еще и хорьков, но я не думаю, что это хорошая идея. Ведь хорьки это не такие уж и маленькие животные, поэтому они могут по квартире гулять и так, без шарика. Теперь о размерах шарика. Для джунгариков отлично подходит шарик диаметром 13 см. Для сирийских хомячков 18 см. Но если, например, у вас есть и сирийские, и джунгарские хомячки, ну а также хомячки других пород, то лучше покупайте шарик 18 см. Сильно для джунгариков эта роль не играет. Если у вас грозуны покрупнее, например, дегу и крысы, то им подходит шарик диаметром 25 см. Для песчанок отличный шар на 18 см. Размеры эти зависят от размера вашего грызуна. Но размеры, которые я назвала, они оптимальны. Теперь я расскажу о том, как же приручить грызуна к вашему шарику. Бывают такие случаи, когда грызун сразу же понимает, что это за вещь, и для него это не вызывает никакого стресса. Например, как это было с нашей бусей. То есть я купила шарик, посадила ее туда, и она сразу же побежала. Но у многих грызунов это вызывает стресс. Поэтому шарик нужно подключать постепенно. Для начала, несколько дней, вы должны просто давать нюхать этот шар вашему грызуну. Пусть он по нему лазит. Все дверцы должны быть открыты. Спустя примерно 3 дня такого приручения к шарику, вы можете посадить грызуна в шар. Но не закрывайте ни в коем случае крышки. Пусть ваш грызун выходит, если ему там не нравится. Через пару дней вы уже сможете посадить туда грызуна и закрыть крышки. Если вы поймете, что ваш грызун пытается выбраться оттуда, начинает грызть, и ему это вообще неприятно, то лучше продолжите приручение, как было до этого. То есть еще давайте нюхать, лазить, и со временем он все равно привыкнет. Ну а если ваш грызун побежал, и вы думаете, что все хорошо, не спешите его сажать сразу туда на 20 минут. Посадите его туда на 3, на 5 минут, но не более. На следующий день сделайте немного прогулку длиннее, например на 6 минут, ну или можете повторить так же на 5. Через пару дней увеличьте время. Например, уже можете посадить на 10 минут, далее на 15, но не забывайте, не больше 20 минут. Конечно, поначалу у него будет небольшой стресс, но со временем он привыкнет, и ему даже будет нравиться. А на этом мое видео заканчивается, я надеюсь, оно было вам полезным. Если так, то, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и всем до новых видео!